История созидательного духа Тяньши История 14. Порядочность любой ценой 21 апреля 1998 года Государственный совет КНР издал уведомление, запрещающее многоуровневый маркетинг. Это был удар для корпорации Тяньши, работавшей по лицензии, соблюдавшей законы и действовавшей в рамках бизнес-кодекса. Господин Ли Цзинь Юань созвал всекитайское совещание дистрибьюторов. Выйдя на сцену, он говорил об общей судьбе, общем горе и счастье, движении вперед и отступлении, едином для всех тяньшистов. Дистрибьюторы выражали преданность и стремление быть вместе с Тяньши в горе и в радости. Затем исполнительный вице-президент корпорации огласил важное решение руководства. Дорогие партнеры, после долгих обсуждений руководство корпорации приняло решение о прекращении использования модели многоуровневых прямых продаж в поддержку соответствующего решения государственных органов. Вице-президент еще не договорил до конца, а в зале уже поднялась целая буря. Те, кто только что клялся в любви и преданности компании, столпились у сцены, размахивая билетами и требуя компенсации за проезд и телефонные переговоры. Господин Ли Цзинь Юань был очень разочарован. Для финансового положения тяньши расходы на билеты или телефон в несколько сотен или даже тысяч юаней были несущественны. Для тяньши были важны сами люди. Он снова поднялся на сцену. «Все вы знаете, что только благодаря политике благоприятствования бизнесу, которую вели партия и правительство, мы смогли развиваться. Мы должны быть им крепкой опорой. Поэтому послушайте то, что я говорю. Тяньши развивается для всех вас, прекращает развитие тоже для всех вас. Вы должны всем сердцем прочувствовать смысл этих слов». Зал затих. «Для соблюдения интересов дистрибьюторов, продолжил господин Ли Цзинь Юань, мы решили, что те, у кого есть запасы продукции, могут ее вернуть без всяких дополнительных условий. Компания ведет бизнес честно и в ситуации форс-мажора минимизирует убытки дистрибьюторов». Зал разразился аплодисментами. Тогда на возврат товара корпорация потратила 170 миллионов юаней. Компания потеряла огромную сумму денег, но заработала прекрасную деловую репутацию в своей отрасли, успокоила дистрибьюторов, смогла плавно перейти к новому этапу деятельности и заложила прочный фундамент для последующего возобновления бизнеса. В короткое время, перераспределив финансы и проведя перепрофилирование бизнеса, Тяньши открыла сеть франчайзинговых магазинов по всему Китаю. А многие дистрибьюторы в страхе перед переменами, сдавшие продукцию, снова вернулись за ней. И это было не только признание ее эффективности, но и вознаграждение за честность и порядочность в делах.